Разрешение экрана оказалось неожиданным для нас. Собственно, вот это эмулятор Windows телефона и, собственно, вот это все черное – это приложение, у которого есть сейчас две возможности. Добавить новый item, обновить список существующих и залогиниться. Но, на самом деле, сейчас залогиниться не получится, добавить item не получится, потому что мы не залогинили. Поэтому давайте меня продолжим. Вот происходит редирект на страничку логина Google. Это эмулятор, поэтому работает все достаточно медленно. Страничка вам все знакома. Продолжение следует... Продолжение следует... И, собственно, мы попадаем уже за логиней. Уже у нас есть кнопочка «Стоит», а не логин. Мы можем работать с нашим приложением. Но, на самом деле, предлагаю посмотреть, что уже есть. Вот. У нас уже есть один item. Давайте добавим сюда какое-то другое. Вот. У нас автоматически все синхронизировалось. И добавился новый item в наш логиней. И что еще вы можете сделать это приложение? Это сказать, что мы вот это, например, не сделали. Собственно... Собственно... Собственно, мы нажали «Refresh», и мы открываем его уже нет. Вот такое простое приложение вы можете сделать, если у вас есть триал в Azure аккаунте. Можно все скачать, посмотреть. Можно добавить туда push notifications, можно добавить еще какую-то функциональность. Сейчас я, наверное, вам покажу, собственно, Azure аккаунт. Я только боюсь, что с этим разрешением опять не получится. Пишу ее показать. Я technically уверена, что теперь у вас есть готов. А, смотрите, без provocative видео. Потому что давайте еще拿ать свою Stuplительность в нашем кальчестве. Экк med речек, мы возвращаемся. Надо сказать. Экктиб лу discovery. Это 외еть тоже Sudеллюл Jet., vorый каждый день тебе credible rom OC Club. Продолжение следует... 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 управлять таблицами и управлять API и push-но-дефиничными. Я вам покажу сейчас, что у нас происходит на самом деле в таблицах, то есть в таблицах, которые мы включили. И почему нам не нужна менеджная студия для того, чтобы с ней работать. Вот наша таблица Tudor Arthur. Во-первых, можно добавить из сейсми какие-то данные из внешнего ресурса, можно добавить таблицу душевную и работать с ней потом еще так же, как с этой таблицей. А можно посмотреть записи, которые есть сейчас в таблице. И вот мы видим, что тут две записи. И, как вы видите, тут есть в новых поддержках практически такая же, как поддержка вывода из каких-то сайтов и приложений. И возможность сделать тоже из такого важного хаба в вашей странице. Как вы видите, очень много разных настроек, очень много. То есть, на самом деле, часа не хватит, чтобы об этом все рассказывать. Если интересно, я потом озвучу мои вопросы. Так что давайте наверно вернемся к информации. И поговорим, наконец, про отличие наших мобайлапсов от мобайл сервисов. Собственно, мобайл сервисы – это технология, которая появилась достаточно давно и уже во многом прижилась, много кто ее использует. Поэтому, когда Azure зарелизили мобайлапсы, возник вопрос, а, собственно, чем они лучше и что нам теперь делать, и сколько вы собираетесь еще это поддерживать. Потому что это будет достаточно важно. Не просто, на самом деле, какая будет приложительность поддержки этого сервиса. Что ответил Azure? Во-первых, вся функциональность мобайл-сервисов сохраняется в мобайлапсы. То есть, если у вас были мобайл-сервисы, и вы хотите перейти на мобайлапсы, то вы можете не бояться, что вы потеряете какую-то возможность. Но мобайлапсы, во-первых, они лучше интегрируются со всеми остальными сервисами Azure, потому что вот эта вот архитектура ап-сервиса, она предполагает изначально, что у вас будет не только один мобайлапс, а хотя бы веб-часть и мобайлапс, или веб-часть и очередь, или все четыре. То есть, если только у вас мобайлапс, мобайл-сервис живет в комплекте с, например, веб-сайтами, это уже повод задуматься на миграцию на апсы, потому что это будет, как минимум, с точки зрения Azure, производитель немудежный и дешеврый, кстати. Тут, наверное, вы уже быстрее прочитали, чем я сейчас скажу, какие есть возможности для… какие есть возможности в апсах, которых нет в сервисах. Если говорить в целом, то если раньше мобайл-сервисы – это была такая маленькая плюшка, как бы стройка рядом с сайтами, то есть у обычного людей. Это был сайт, но у некоторых были мобильные приложения, чтобы упростить работу с ними, были придуманы мобайл-сервисы. То мобайл-апсы предоставляют всю практически ту же возможность для настроек, подштабирования, бэкапа, поддержки, кастомизации всевозможных, которые предоставляют веб-апсы уже, старые веб-сайты. Поэтому, конечно же, если вы задумываетесь над тем, какую вам строить архитектуру, если вы выбрали Azure и не сомневаетесь между апсами и сервисами, то, конечно, лучше использовать апсы. Но надо заметить, что Azure сказал, что мобайл-сервисы будут поддерживаться, и в планах их отключения сейчас нет. Собственно, даже у них на сайте можно прочесть, что есть несколько случаев, когда не стоит переходить с сервисов на мобайл-апс. Ну, это же не только на мобайл-апс, а вообще на любые приложения. Во-первых, если вы не можете переключить ваше приложение в данный момент, если даже какая-то 5-секундная возможность того, что приложение будет оффлайн, для вас не допустим. Либо, если вы боитесь, что что-то у вас не сопримуется, если вы какой-то момент перезапустите. В таком случае лучше работаете с мобайл-сервисами сейчас. Также есть такой момент, когда вы осуществляете миграцию, то вы осуществляете ее сразу на продаже. То есть у вас есть что-то лайв, вы мигрируете, и сразу оно приходит опять в лайв. Если вам это не подходит, то тоже лучше какое-то время подождать и подготовиться к этому морально, знаниями или каким-то еще образом. И когда у вас есть сайты или сервисы по фрии или по фрии конфигурации, все их, например, вы не хотите, то тоже лучше этого не делать. Ну, как бы это советы, которые 7-минутные. То есть это не надо делать вот сейчас. Но это стоит сделать, скажем, через месяц или через полгода. И даже вот если вы хотите все равно сейчас, хотя у вас есть какой-то, скажем, хотя бы один из этих пунктов, то в принципе Azure предоставляет определенные ворк-раунды, которые потребуют немножко больше усилий, но тем не менее позволят вам сделать то, что вы хотите. Ну, собственно, верно, у меня все. Я так в целом рассказала то, что хотела, и я буду рада ответить на ваши вопросы. У вас там на первых слайдах уже было указано, что можно делать разные UI. То есть UI для Android, UI для iOS. Например, такая ситуация. Вот у меня в UI есть кнопочка. Я пишу, что в Android она была красная, а iOS она была синяя. Могу ли я, используя Azure Art Services, это сделать? Наверное, продублирую вопрос, микрофон. Если у нас есть несколько UI, можно ли сделать так, чтобы, например, на iOS кнопочка была красная, а в Android 7? Да, слышу наверху. Ответ. Можно, потому что вы, во-первых, если вы используете, например, Самарил, который один на все платформы, то вы можете определять, какая платформа в данный момент у вас, собственно, на чем запущена. И в зависимости от этого определять цвет кнопочки. Либо, если вы используете нативные приложения, то это будут отдельные проекты. То есть проект UI для iOS, проект UI для Android. И, собственно, вы там создадите цвет ваших кнопочек. То есть нативные приложения позволяют использовать? Да, конечно. То есть там писать на Swift, и, например, она писать на Java. Да. Да. Причем для iOS поддерживается и Swift, и Objective Suite. Вы, возможно, хотите. Можно? Спасибо. Вы, у вас опыт использования Linux на Windows, да? То есть в качестве виртуальных машин, и, наверное, у вас работа все на Windows, а использование какого-то дисприбутива Windows, для проекта, просто было ли вовремя использования Windows? Вопрос. Был ли опыт использования Windows на виртуальных машинах на Windows? Да. Лично у меня не было, но я знаю, что это возможно, и, в принципе, особо… там есть особенности, но проблем с этим нет. Ну, то есть настолько Сотлакка работает по сравнению с Windows? У меня ответ будет следующий. Все-таки я считаю, это мое личное мнение, что если мы работаем с Microsoft, то лучше использовать по максимуму на Microsoft технологии. Но если вы используете Windows, то с Windows хорошо работает Amazon тоже, например. Вот. Но это мое личное мнение, и на самом деле очень многие люди со мной поспорят, насколько я знаю, используют Windows на виртуальных машинах, и каких-то особых проблем с этим не наблюдают. Но это, опять же, зависит от вашего конкретного случая, потому что могут быть большие проблемы при использовании Windows. Можно? Второй вопрос. Вы говорили о простой форменности, что Microsoft хочет открыть, да, вот, open source, то есть сейчас мы видим на GitHub-инпозитории, да, там, большинство библиотеков. Как же сказать, это просто популярный код Microsoft, или это действительно попытка работать сообществом? В будущем, да, .NET-Mate или .NET? Я все-таки надеюсь, что это попытка работать сообществом. Причем я даже знаю, что вроде бы JetBrains выпускает IDE для работы с C-Sharp, с Microsoft, и они как раз в основу возьмут вот эти вот эти вот новые предметики. Все, вопросы? Может быть, в принципе, в основном по ажурам, не только по ажурам. Ну, я с ним не работал, поэтому, в принципе, то есть просто интересно. А. Сколько это стоит? Б. Ну, например, то есть, да, вот backend тут понятно, там, или C-Sharp, или Node.js. Frontend они, получается, сами как-то предоставляют? Или ты тоже сам пишешь Front, Back, и оно тебе, ну, как бы, по большому счету, тебе за эти деньги, получается, ты получаешь постинг, да, на их сервере, и бесплатный доступ к базе данных, да, или что? Ну, вообще, сколько это стоит, и что за это можно получить, скажем так? Получить можно удобство. Удобство – это очень, ну, широкое понятие, понимаете? Я хочу, чтобы вот, например, нажал вообще ничего не платить, нажал ажуртовку, и вот все заработало. Это удобство, это в идеале, да. Вот я могу это получить бесплатно? Бесплатно вы можете получить не все. Ну, вот, вот поэтому, да. Ну, на самом деле тут прайсинг очень гибкий, поэтому я вам не могу ответить на вопрос, вот это будет стоить, там, 50 долларов, когда надо зайти на портал и посмотреть, в зависимости от ваших разных технологий. Ну, в принципе, насколько я знаю, оно себя вполне окупает. Именно, именно за счет удобства, я не знаю. Ну, то есть, еще раз говорю, я за это, за эти, там, 50 долларов, получаю доступ в программную базу данных, по некой сквере, там, по-моему, то, что я выберу, да? Сколько я знаю, вы получаете доступ к сервисам, а базы данных – это отдельно, а сервисы вы настраиваете в зависимости от того, как вам надо, то есть, неважно, там будет IOS или там будет Android или так далее. То есть, вы платите за единицу сервиса, мобильного сервиса. А, мобильного? Да, мобильного сервиса. Отдельно вы платите за единицу базы данных, ну, сервера базы данных. Отдельно вы платите за трафик. Но если вы выберете IOS или Android или и то, и другое, и третье, то стоимость мобильного сервиса от этого не изменится. Здравствуйте. Хотелось бы услышать, как вот до Mobile Apps пригодился все разработки для мобильных приложений? И что вот в связи с приходом Mobile Apps для разработчика улучшилось? Как его жизнь изменилась? Для разработчика почти ничего не изменилось. Не изменилось, да? Почти ничего не изменилось с приходом Mobile Apps. То есть появилась возможность именно настроек с точки зрения портала, разных возможностей для мониторинга, разных возможностей для депоймента из разных платформ. С точки зрения написания кода, в принципе, то же самое. Еще вопросы? Вот вопрос по поводу масштабированности. Вы говорили, что там есть возможности, когда Эжи сам масштабирует вашу систему, видит, что нагрузка на базу данных увеличивается, он там еще один сервер поднимает, допустим, да? Или же там разворачивает, видит, что веб-приложение там уже занимается, еще больше, больше. Вот был ли опыт и как, насколько гибко и с каким запасом Эжи будет это дело масштабировать? Вы можете выставить определенные рамки. Эжи делает это хорошо. Он не выделяет ресурсов намного больше, чем вам реально надо, и он вовремя замечает тот момент, когда надо выделить больше ресурсов. Или когда их можно уже уменьшить. Но вы можете, ну, ввиду, например, опять же, каких-то финансовых соображений, вы можете сказать, что я не хочу, чтобы у меня было больше трех серверов. То есть оно будет загибаться, но вот больше трех нет. Вы выставляете эти три сервера. Плюс вы выставляете там количество оперативной памяти, процессорные характеристики тоже вы можете настраивать достаточно гибко. То есть там не один параметр. Там несколько. А можно, допустим, настроить с точки зрения пользователя? То есть не выставлять количество памяти и мощность процессоров, да? А сказать, что вот система должна выдерживать пиковые нагрузки сто тысячи запросов. Сколько я знаю, нет. То есть вы должны идти на это мониторить сами. И определять, сколько вам примерно надо таких ресурсов для того, чтобы удерживать такие нагрузки. Ну, спасибо. Я знаю, какая выбрать лучший вопрос? Наверное, два. Мне понравилось, потому что в мире у меня есть вопрос. Выходите к нам, пожалуйста. Спасибо. 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 Направьте она память. Давайте проведем. Давайте. Спасибо. Спасибо большое, что все пришли. Следующая встреча у нас планируется в мае. Наверное, тоже будут пожары, но я еще как бы не знаю. Вот. Угощайтесь, там есть кофе, чай, кексики остались. Вот, и можно будет еще пообщаться с Настей, если она не против. Конечно, не против. Спасибо большое всем. Спасибо. И анкетки мне, пожалуйста, заполните. Я пришлю.